Отец Павел известен в социальных сетях, благодаря своим, может быть не совсем привычным для священника призывам. В декабре 2018-го он оказался в центре внимания СМИ, благодаря флешмобу трезвости, который организовал в Рязанской епархии. В этот раз он пригласил прихожан на пробежку. Общество встречает такие предложения не всегда однозначно, потому что многие считают, в церковь нужно идти только когда что-то случилось, рассказывает отец Павел. Но это не совсем так. Храмы давно стали центром общения, и приходить в них не обязательно только для того, чтобы помолиться о помощи. Православная молодежь может собраться не только для молитвы, но и вполне себе занимаясь спортом. Мы часто очень разобщены и под такой, знаете, виртуальной вроде коммуникабельностью в социальных сетях или мессенджерах мы забыли, как выглядят глаза друг друга. Для пробежки со священником не придумали маршрут. Отец Павел рассказывает, все зависит от того, люди какого возраста и физической подготовки захотят присоединиться к пробежке. Не исключено, что придется делать остановки, чтобы отдохнуть или позаниматься на уличных тренажерах. А после пробежки отец Павел приглашает всех поклонников здорового образа жизни на чашку чая. Чай чаю рознь. Можно просто попить чай, а можно объесться печеньем. Это разные чаепития. Мы планируем в храме здесь после пробежки небольшое восполнение водно-сливого баланса, для того, чтобы спокойно людям можно было дойти до дома, потому что здоровье у всех разное. Пробежка состоится в субботу, 28 сентября. Всех желающих ждут в 12.30 у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха. Если акция будет иметь успех, не исключено, что в храме в честь иконы Всецарицы мероприятия для поклонников здорового образа жизни станут регулярными. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».